МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это цель помогать людям, наверное, и помогать людям, у которых нет возможностей. Когда Приморский океанариум готовится возобновить работу? И сверхвысокая четкость, насыщенность цвета и беспиксельное изображение. Вещание в формате 4К появилось во Владивостоке. 4К – это ультра, это еще лучше, чем HD. Кроме того, сегодня в выпуске, почему автолюбители больше не будут получать денежную компенсацию по ОСАГО и какая еще необычная пара образовалась в Приморском сафари-парке. Но об этом позже, а сейчас о главном. Приморгстат опубликовал данные за 11 месяцев этого года, связанные с повышением цен на продукты и алкоголь в регионе. Так, за счетный период из фруктов стали дороже апельсины, бананы и лимоны в среднем на 15%. Из рыбопродуктов соленая сельдь, филе сельди, соленая, маринованная и копченая рыба подорожали на 6%, рыбные консервы – на 7,5%. Молочная продукция в среднем на 7%, рост цен на сахар составил 4,4%. В список также вошли крупы. Самый значительный скачок отмечен в ценообразовании гречки – плюс 25% по отношению к прошлому году. Из остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров выше среднего подорожали подсолнечное масло, черный чай, маргарин, сухие супы в пакетах, оливковое масло, кофе и черный перец. Алкоголь для населения также не остался в стороне. Заметно выросли цены на отечественное пиво и игристое вино, а также на виноградное, крепленное и столовое вино, в среднем прибавив в 8%. Тем временем, Приморский океанариум готовится возобновить работу уже со следующей недели. В планах научного объекта принимать гостей со вторника по воскресенье. Однако в среду учреждение будет принимать только организованные группы школьников. Сам океанариум планирует работать с 10 утра до 20 часов вечера. При этом билеты жители и гости города смогут купить до 18 часов вечера в кассах на его территории. Продажи стартуют в день открытия 20 декабря. Еще один минус – тренировки морских млекопитающих будут проходить в закрытом режиме. Это временно. Полноценная демонстрация программы выступления животных будет готова только в январе. При этом почему-то на шоу в дельфинаре придется покупать еще и отдельные билеты. Стоит напомнить и тот момент, что океанариум до сих пор находится в эпицентре громкого скандала, который начался еще в конце октября. Тогда буквально за несколько дней в стенах этого учреждения погибло сразу три животных – Сивуч Старк и два дельфина. Более того, результатов расследования до сих пор нет, а значит и виновные в гибели животных также до сих пор не наказаны. Служба исследований сайта Headhunter провела опрос и выяснила, что у приближающихся новогодних корпоратив приятное, радостное, ожидаемое событие далеко не для всех работников. Такие подобные праздники посещают всего 73% респондентов. При этом особое внимание сотрудники уделяют поведению своего руководства. На вопрос, были ли случаи, когда глава компании вел себя некорректно, большинство респондентов, таковых 76%, ответили нет, все прошло гладко. Однако 6% ответили, что начальник перебрал с горячительным и вел себя неприлично. Ровно столько же участников опроса заметили, что их руководитель общался только с топами и игнорировал рядовых сотрудников. Некоторые же обиделись на то, что начальник не поблагодарил коллег за хорошую работу в уходящем году. Среди опрошенных были и те, у кого глава компании давал всем сотрудникам клички, дрался с охраной клуба, приставал к женщинам или устраивал совещание. По этой причине сегодняшний вопрос в нашем традиционном онлайн-голосовании звучит так. А вы ходите на корпоративы? Если вы не пропускаете ни одного совместного мероприятия, проводимого вашими коллегами на работе, набирайте 249-88-06. Если же вы не сторонник коллективных посиделок и вы четко разделяете работу с отдыхом, для вас 249-88-07. В конце выпуска обязательно подведем итоги, а пока к другим темам. На целый вечер лед в фетисов-арене стал теплым. Перед организаторами благотворительной акции накануне Нового года стояла непростая задача. Важно было сделать сразу два добрых дела. Дать возможность горожанам пообщаться с легендами хоккея, тем самым помочь анкабальному мальчику, за чьей историей вот уже полгода следит все при море. Как можно было помочь и как это сделать сегодня, расскажет Инна Щедрова. Где еще встретиться с хоккейными фанатами, как ни на льду? На ледовой арене хоккейный клуб «Адмирал» и не менее отважные жители Владивостока. На катке они собрались не только пообщаться, но и всем вместе сделать хорошее дело. Уникальная возможность выпала жителям Владивостока – разделить каток со звездами хоккейного клуба, а вырученные со встречи деньги отправить на лечение от онкологии трехлетнего жителя Владивостока Матвея Романова. Его мужеством в борьбе с заболеванием восхищаются даже именитые спортсмены. И на Новый год все вместе хотят сделать мальчику подарок. Рождество – это такое время, знаете, Рождество, Новый год, когда все вместе собираются и дружно справляют эти праздники и друг другу помогают. У него сложный диагноз. Ему для поддержания жизни каждый день нужна большая сумма денег. Но он просто был практически безнадежен, очень мужественно сражается, выкарабкивается, как может. Просто ребенок с сильным характером. На призыв «Спасем Матвея» уже отреагировали многие приморцы. Однако даже этого недостаточно. Полгода назад у малыша обнаружили опухоль Вильмса. Поражена правая почка, задета и левая. Первый сбор, объявленный в Приморье, помог пройти комплексное обследование. Два курса химиотерапии, а также операцию по удалению почки и опухоли. Тогда удалось собрать более 6 миллионов рублей. Остаток денег перешел на второй этап лечения. Тем не менее, на сегодняшний день долг перед клиникой – 1 600 000 рублей. А каждый день жизни мальчика обходится в 100 000. Поэтому для родителей важен каждый собранный рубль. Мы сделали нашему ребенку КТ, томографию. И узнали, что у нас опухоль, злокачественная опухоль, правая почка. Вот, конечно, никого не пожелаю оказаться на моем месте. Я хотела бы обратиться ко всем, кто меня видит, с просьбой помочь нам, кто чем может, какой любой суммой. Взрослый билет 500 рублей, детский 250, прокат коньков 200 рублей. За отдельное пожертвование можно сфотографироваться с кумиром и получить на память магнит с совместным снимком. Такие расценки посетителей совершенно не пугали, ведь каждый знает – деньги пойдут не в карман предпринимателей. У нас одна цель – помогать людям, наверное, и помогать людям, у которых нет возможности. Мне нравится самый вид спорта, катание на коньках, поэтому сегодня пришли именно на каток, чтобы покататься. Ну и так как это не просто каток, а благотворительность, так же помогли маленькому мальчику, оказали, возможно, какую-то помощь, которая все-таки пойдет ему на пользу. Ну и просто пообщаться с игроками, потому что мы болеем за хоккейный клуб «Адмирал». Удалось пообщаться, сфотографироваться, очень гостеприимно здесь, хороший каток, отличная атмосфера, весело, хорошо катается. Фотографии получаются отличные, много всего веселого. Такие встречи, уверяют хоккеисты, полезны и для самих спортсменов. На каток пришли не только болельщики, но и начинающие хоккеисты, которые вполне возможно в будущем составят хорошую замену именитой команде. Ну немножко разгрузиться от хоккея, пообщаться с болельщиками, выслушать их. И в принципе это здорово, я считаю, всеми же детьми покататься, которые ходят на наши игры. Но главное, что и спортсмены, и любители надеются. Такая благотворительная акция поможет и Матвею Романову как можно скорее поправиться и вести радостный, активный образ жизни. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Автолюбители, возможно, больше не будут получать денежную компенсацию по ОСАГО. Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой, сообщает сегодня Примпресс. Если закон примут, то преимущественной формой выплаты компенсации по ОСАГО станет непосредственный ремонт машины. Ко второму чтению проект закона дополнит положениями. Так, среди поправок должны появиться возможности выбора сервиса еще на моменте заключения договора со страховой компанией. В законопроекте необходимо зафиксировать полномочия Банка России по установлению требований к организации восстановительного ремонта на СТО и контролю за качеством предоставления услуги по ремонту, прокомментировали законопроект в Банке России. Сверхвысокая четкость, насыщенность цвета и беспиксельные изображения. Первый телеканал в формате 4К появился во Владивостоке. Канал «Инсайт» запустила в своей сети компания «Подряд». Для Приморского края это технологический прорыв телевизионного контента. На Дальнем Востоке такой формат будет транслироваться впервые. До этого 4К показывали лишь в Центральной России и Сибири. Чем примечателен новый формат и как его увидеть на своих экранах, расскажет Ирина Мокрецова. Этот телевизор показывает в уже привычном формате HD. Этот в новом для Приморского края формате 4К. Его отличие от первого в четкости и цветотражении. Все цвета максимально приближены к натуральным, что создает эффект реальности. Вдобавок изображение в 4К максимально ровное, практически без пикселей. Этот телевизор можно смотреть совсем рядом, а этот все-таки с какого-то расстояния. Новый познавательный телеканал «Инсайт» в формате 4К запустила компания подряд. Канал стал доступен 15 декабря для всех абонентов компании, которые подключили пакет «Все включено». 4К это еще лучше, чем HD. Все привыкли уже к HD каналам, но сейчас следующий шаг, прогресс. Всего в России 4 канала в таком формате. При этом они транслируются в основном в Центральной России и Сибири. На Дальнем Востоке компания подряд первая, кто запустила новый канал «Инсайт» в 4К. К его подаче они готовились полгода. Это совершенно новый технологический канал, канал сверхвысокой четкости. Телеканал окунет вас в увлекательные развлечения, спорта, познавательных программ и интеллектуального кино. Новый канал могут смотреть жители Владивостока и его пригородов, а также города Артема. В последующем компания планирует расширять географию и транслировать другие каналы в формате 4К. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на 8. Сейчас мы прервемся на короткий рекламный блок, после которого каток в парке культуры и отдыха имени Сергея Лозона станции Санаторной начал свою работу. Боксеры Приморья и Китая встретились на чемпионате и первенстве Владивостока. И подведем итоги сегодняшнего голосования. Напомню, мы спросили вас, а вы вводите на корпоративы? Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Только в декабре! Совершай покупки в магазинах «Азбука мебели», получай скидки до 30% и выигрывай бриллианты! Азбука мебели! Азбука мебели! Привет! Ты в курсе, что ДЭК делает? Что? Всем пень усписывает. Они не могли? Что всем? Да, кто долг заплатит и авансы за декабрь. Получается, мы им больше не нужны. Выходит так. Ветеринарный центр – полный комплекс услуг для здоровья животных. Все виды эндоскопических обследований на современном лечебно-диагностическом оборудовании. Операции любой сложности, в том числе с применением хирургического лазера. Доверьте здоровье ваших любимцев профессионалам. Фирсова 8А, 236-1408. Фекс, фекс, фекс. Фу, наколдовали. И мебель, град, скидки до 50% на все. Грандиозная распродажа в салонах «Орион Свет». Скидки до 70%. Торговый центр «Пасифик». «Джеок» старит новогодние скидки. Торговый центр «Россиянка». Эффективное удаление растяжек на любом участке тела и любой степени сложности. С помощью современной лазерной системы компании «Дека». Центр «ТИС». Дверь, за которой тебя ждет игра. Или реальность. Пандорум. Реальные квесты. Компания «Глобал Драйв» объявляет распродажу. Только сейчас. Самые низкие цены в году на корейские лодки ПВХ и Рибы, лодочные моторы и квадроциклы. Испытайте адреналин и полный драйв на технике от компании «Глобал Драйв». Щедрое предложение от «Самбери». Рис круглый. Всего по 49,90. Гель для стирки «Ариэль» по 149,90. «Самбери». Седанка Сити. Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идет. Доходность растет. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. В мире высоких технологий и больших скоростей. Хорошую вещь надо выбирать не торопясь. Ювелирные часы ручной работы «Марсек». «Марсек». Вне времени выше моды. Оптом и в розницу. Огромный выбор семян овощных и цветочных культур. Горшков для рассады и более 15 тысяч номинований товаров для сада, огорода и вашего дома. Посуда с каменным антипригарным покрытием. Теперь и для индукционных плит. Откройте для себя подлинное корейское качество. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая Корея. В сентябре компания «Самсунг» из-за проблем с батареей отозвала миллион своих смартфонов. И за два дня подешевела на 22 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании «Эппл» за три дня взлетели вверх на целых 1400 пунктов. Все, кто знал как, заработали на этом. А что делал ты? Запишись на обучение до 25 декабря и воспользуйся шансом получить в подарок на Новый год iPhone 7 и не только. Мы не учим работать, мы учим зарабатывать. Звони сейчас. 279-58-58. Внимание! Во Владивостоке такого еще не было. Восьмой канал и свадебная студия Ксении Марченко организует свадьбу под ключ двум парам в программе «9,5 месяцев». Следите за жизнью героев проекта, и вы сможете узнать все тонкости подготовки к знаменательному событию. Партнер проекта «9,5 месяцев» – Туристическое бюро «Гуама». Категория 16+. Это новость на восьмом, и мы продолжаем. Каток в парке культуры и отдыха имени Сергея Лозо на станции «Санаторный» начал свою работу. Боксеры Приморья и Китая встретились на чемпионате и первенстве Владивостока. И подведем итоги сегодняшнего голосования. Напомню, мы спросили вас, а вы ходите на корпоративы? Заключительное в этом году заседание городской комиссии по охране труда прошло во Владивостоке. Его провела председатель комиссии, заместитель главы администрации города Елена Щеглева. Так обсудили, как соблюдаются законы по охране труда на городских предприятиях энергетики. На одних осуществляется реконструкция, устанавливается новое оборудование, которое существенно улучшает условия труда на рабочих местах. На других существуют проблемы с финансированием. Работает много устаревшего оборудования, эксплуатация которого связана с вредными и опасными производственными факторами. По ряду вопросов мы снимаем с повестки дня, снимаем с контроля. Там, где мы добились хороших результатов и видим, что эта работа эффективна. Там, где не сразу это получается, мы возвращаемся. Поэтому в целом травматизм по Владивостокому городскому округу за последние несколько лет снижается. И производственный травматизм и профзаболеваемость снижаются. И в этом как раз эффективность работы нашей комиссии. Между тем, на предприятиях энергетической отрасли в 2014 году было зарегистрировано 12 случаев причинения вреда здоровью сотрудникам. В 2015-м – 7, а за 10 месяцев этого года – 10. Кстати, следующее заседание городской межведомственной комиссии по охране труда состоится уже в марте 2017 года. Отопительный сезон в Владивостоке проходит в штатном режиме. Жилищно-коммунальный комплекс города успел успешно пройти испытания первыми морозами. «Чрезвычайных ситуаций допущено не было. В настоящее время обеспечивается надежное теплоснабжение во всех многоквартирных домах с централизованным отоплением», пояснил заместитель начальника управления по вопросам ТЭК администрации города Эдуард Замелов. Такая же уверенная ситуация и с подачей тепла в школах, детских садах и других объектах соцкультбыта. Напомним, что текущий отопительный сезон в Крайвом центре начат своевременно и находятся под постоянным контролем городских властей. Ну а мы же сегодня спрашиваем вас о том, что не зависит ни от каких государственных структур. Сейчас начинается череда новогодних корпоративов. Компании устраивают для своих сотрудников всевозможные объединяющие коллектив мероприятия. А потому, собственно, нам сегодня и интересно, а вы ходите на корпоративы. Если вы не пропускаете ни одного совместного мероприятия, проводимого вашими коллегами на работе, набирайте 249-88-06. Если же вы не сторонник коллективных посиделок, вы четко разделяете работу с отдыхом, для вас 249-88-07. В конце выпуска обязательно подведем итоги, а пока передаю слово Валерии Белоус, который традиционно в конце недели готовит для вас обзор самых интересных событий на ближайшие выходные. Действительно, выходные уже близко. На улице с каждым днем становится все холоднее, но это вовсе не означает, что нужно сидеть дома. Впереди очень много интересных событий. Всех желающих приглашают на концерт в Дальневосточный государственный институт искусств. Для горожан готовят программу из произведений «Золотого века». Начало 18 вечера, вход свободный. А в библиотеке «Бук» в это же время пройдет краткий курс по кинопроизводству. Тема лекции «Как сделать свое кино с нуля». 15 и 16 декабря теория, а уже 17-го в практической части участники попробуют самостоятельно создать кино под руководством известных лекторов-профессионалов. 17 декабря Приморская государственная картинная галерея приглашает детские школьные коллективы на новогодний спектакль «Чертоги снежной королевы». Своим зрителям юные актеры театральной студии «Зеркало» представят новую интерпретацию известной сказки «Вход 300 рублей». А в кинозале Казанского храма в эту субботу состоится представление новой книги краеведа Нелли Мисс «Романовы во Владивостоке». На основании архивных документов и исторических публикаций в книге рассказывается о визите цесаревича Николая в Южноуссурийский край в хронологии и событиях его сопровождавших. Также приводятся интересные данные о посещении Владивостока великими князями романовыми в период с 1873 по 1916 год. Некоторые материалы и иллюстрации публикуются впервые. Начало презентации в 13.30. На день открытых мастер-классов приглашают всех жителей Владивостока. Мероприятие пройдет в бизнес-инкубаторе в ГУЭС. Кроме творческих занятий, участникам предлагают сфотографироваться в красивой фотозоне, увидеть работы мастеров и учеников студии. Вход бесплатный. Всех желающих приглашают на праздничный концерт ансамбля танца «Плюсунья». Программа будет насыщена яркими красочными номерами, которые уже давно полюбили зрителями. Билет стоит 350 рублей. Место проведения – Дворец детского творчества. А в библиотеке номер 12 в воскресенье состоится тренинг по публичным выступлениям. Напомню, что ораторский клуб организует такие мероприятия каждое воскресенье. Преподаватель Анна Буланова – автор нескольких программ по развитию и постановке голоса, дикционно-речевых тренингов и программ развития навыков ораторского искусства. А в Пушкинском театре 18 декабря пройдет праздничный хоровой концерт «В ожидании Рождества». Организаторы обещают, вас ждет много новых впечатлений, замечательный вокал и атмосфера приближающегося Нового года и Рождества. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. Каток в парке культуры и отдыха имени Сергея Лозо на станции «Санаторный» начал свою работу. Для комфорта посетителей здесь созданы все условия – хороший лед, теплые раздевалки, прокат коньков, продажа горячего чая и ряд других приятных сюрпризов. Также дополнительно включаем сейчас иллюминацию, подключаем. В этом году сделали, чтобы было вечером красиво, люди радовались. По совместительству у нас будет работать выставка музей под открытым небом также, где будет представлен очаг и народности выставка. Отметим, что каток на «Санаторной» уже многие годы пользуется большой популярностью у людей. Покататься на коньках здесь можно ежедневно с 10 до 20 часов. Цены остаются прежними. Взрослым день катания обойдется в 150 рублей детям до 10 лет и пенсионерам в 50 рублей. Кроме этого работает прокат коньков и заточка. И к новостям спорта. Хоккеистам «Адмирала» за короткий срок придется привыкнуть к новым правилам игры. Руководство КХЛ внесло изменения в некоторые аспекты матча, которые вступают в силу уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона. А боксеры Приморья и Китай встретились на чемпионате первенства Владивостока. Об этом и других интересных событиях расскажет Максим Яковлев. Континентальная хоккейная лига внесла веские изменения в правила игры. Совет директоров КХЛ утвердил новый формат овертаймов. Теперь дополнительные периоды в матчах будут проходить в формате 3 на 3. Подобное решение стало возможным после того, как в мае Международная федерация хоккея утвердила точно такие же изменения в правилах, которые будут действовать, начиная с чемпионата мира 2017 года. Весь современный хоккей переходит на формат 3 на 3 в овертаймах, именно в регулярном чемпионате. Переход на новый формат овертаймов осуществляется для повышения зрелищности и динамики матчей, и как следствие для привлечения новых болельщиков. При игре 3 на 3 много свободного места на большой площадке позволит высококвалифицированным игрокам проявлять свое мастерство. Таким образом, следующая игра на Фетисов арене, которая состоится 17 декабря между Адмиралом и Нефтехимиком, пройдет уже по новым правилам. Открытое первенство города по художественной гимнастике прошло во Владивостоке. В течение трех дней в спорткомплексе «Олимпийц» определяли лучших спортсменок, достойных в будущем представить сборную Приморского края. Соревнования в личном первенстве велись в трех категориях – среди перворазрядников, КМСников и мастеров спорта. Если первым необходимо было выступить сольно, а после на выбор с тремя предметами – лентой, булавами, мечом или обручем – то для более старших гимнасток подобного выбора не было. Кандидатам и непосредственно мастерам спорта необходимо было показать 4 программы с предложенными гимнастическими атрибутами. Всего за победу боролись более 170 участниц из Владивостока у сырийской находки. По итогам соревнований победу в перворазрядниках завоевала Милена Анн из находки. Лучшей в КМСниках оказалась Валерия Синичникова из Владивостока. Среди мастеров спорта удачнее других выступила также жительница приморской столицы Анастасия Коробкова. Приморские спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Дальнего Востока по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в якутском городе Нерюнгри, где собрали около 150 спортсменов из семи регионов ДФО. Из приморцев отличился Дмитрий Бибиков из Владивостока, который взял золото в классическом пауэрлифтинге в весовой категории до 83 килограммов. В той же классике владивостокская спортсменка Наталья Деменкова завоевала серебро в весе до 63 килограммов. Две бронзы в копилку команды принесли и Екатерина Ашанина, и Олег Щербаков. К слову, по итогам чемпионата три представителя из региона выполнили нормативы мастеров спорта. Увы, но в командном зачете сборная Приморья места на Пьегистале не заняла. Открытые чемпионаты первенства города по боксу стартовали во Владивостоке. Ежегодные соревнования проводятся в память великих тренеров России и Якутии – Бориса Кубасова, Вадима Откидоча и Геннадия Мясникова, которые воспитали в Приморье многих звезд бокса. В чемпионате участвуют спортсмены первого спортивного разряда и выше. По факту на ринг за четыре дня соревнований выйдут лучшие боксеры всего Приморского края. А вот в первенстве города выступят спортсмены второго разряда и ниже. Организаторы обещают, что турнир выйдет особенно непредсказуемым, так как в этот раз во Владивосток приехали и китайские участники. Этот турнир всегда характеризовался тем, что он проходит открыто, честно. Здесь никто ничего не доказывает. Здесь просто бойцы показывают свое мастерство. Приехали бойцы из Китайской Народной Республики. Бойцы сильные и девушки, и мужчины, чемпионы Китая, мастера спорта, достойные соперники. Открытые чемпионаты первенства города – последние соревнования по боксу во Владивостоке в этом году. Они, к слову, будут идти вплоть до 18 декабря, когда состоятся зрелищные финалы. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Напоследок, еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. На целый вечер лед в Фетисов-арене стал теплым. Одновременно общаясь с легендами хоккея, люди смогли помочь анкобольному мальчику, за чьей историей вот уже полгода следит все Приморье. Сверхвысокая четкость, насыщенность цвета и беспиксельное изображение, вещание в формате 4К появилось во Владивостоке. Приморский океанариум готовится возобновить свою работу уже со следующей недели. Боксеры Приморья и Китая встретились на чемпионате и первенстве Владивостока. И подводим итоги нашего сегодняшнего голосования. Напомню, мы спросили вас, а вы ходите на корпоративы. Результаты голосования уже на ваших экранах. Так или иначе, корпоратив это уже не работа, но еще и не праздник. Поэтому не стоит отказываться от его посещения без действительно уважительных причин. Ведь именно в результате отказов создается впечатление нелояльности сотрудников компании, корпоративным ценностям и начальству. Однако в то же время неправильное поведение на корпоративе может надолго подорвать ваш имидж хорошего сотрудника. Сегодня на этом все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или звоните телефону редакции 249-88-12. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное, Владивосток. Ну и еще одна необычная пара образовалась в Приморском сафари-парке. На этот раз подружились медведь и барсук. Как уверяют сотрудники, животные испытывают нежные чувства друг к другу еще с весны этого года. Сообщается, что животные всегда ходят друг за другом по парку, а также спят рядышком. Иногда медведь-чук заваливается на спину, а Настю-барсука подгребает лапы, и она спит у него на животе. Так им и теплее, и комфортнее. О странной дружбе без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды у меня на этом все. Увидимся на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok